Ну смотри, вот ты начитался этой медицинской литературы, да, поскольку тебе это было актуально, и что ты можешь сказать по поводу ситуации с Навальным, что случилось на твой взгляд? Потому что у меня вот несколько было соведущих, да, у меня там Жмелевский высказывался на эту тему, Ольгер Семенов, и вот у каждого из них своя, значит, своя версия, вот это ты какой версии? Смотрите, есть на данный момент объективная часть происходящих событий и сторона, которую можно назвать предположительной, то есть объективная часть на данный момент, мы, конечно, можем исходить из того, что мы можем не верить немецким врачам, да, и считать, что это все заговор Европы, что Навальные сакральные жертвы, и в принципе такие теории проскакивают, но если мы исходим из того, что немецкие врачи все-таки действительно правильно диагностировали диагноз, в пользу этого говорит и то, что Навальному с самого начала, еще с момента госпитализации начали вводить атропин, атропин вводится при токсикологических отравлениях, то объективная часть, если мы верим германским врачам, состоит в том, что Навальный был отравлен, предположительно, скажем так, не отравлен был, а отравился, да, что значит отравился? Это значит, что у него есть симптомы интоксикации, очень характерные для определенного отравления, да, определенным классом препаратов. Мы сейчас не говорим, как этот класс препаратов попал к нему в организм, мы говорим о том, что есть некая клиническая картина, плюс есть ряд лабораторных исследований, которые косвенно подтверждают наличие этого препарата в крови. Что это такое? Это ингибидор, ацетил, холин и эстеразы. Что это? Это очень непонятное для многих слово, сейчас мы все столкнулись с медициной, да, политика вдруг внезапно столкнулась с медициной, такое ощущение, что мы живем во времена Борджи, когда мы должны разбираться там во всяких ядах. У нас есть такое вещество, ацетилхолин в организме, вот, для чего оно нужно? Это, по сути дела, нейромедиатор. Все знают, что у нас информация между нервными клетками, обмен информацией происходит электрохимическим кодированием, да, все это знают. Вы же очень любите говорить про пермидальные, там, зеркальные нейроны, вот, как раз... Не, я наоборот не люблю про них говорить, потому что это понятие, которое зафорсили так называемые научные журналисты. Ну да, но, скажем так, вы часто освещаете этот вопрос. Вот у нас есть нейрон, между ними синапс, да? Синапс соединяет два нейрона. Информация передается электрохимическим путем, то есть электрический сигнал и химическое кодирование. Так вот, ацетилхолин используется для передачи информации между двумя нервными клетками. Значит, он как бы, скажем так, замыкает контакт, если можно так выразиться, да? То есть, вот он... Если этот элемент наличествует, сигнал проходит. Если этот элемент отсутствует, сигнал не проходит. Значит, когда этот элемент попадает в синаптическую щель, то есть замыкает контакт между синапсом и нейроном, да? Ну, грубо говоря, я так упрощаю. Сигнал начинает идти от нервной клетки до другой нервной клетки. Соответственно, после того, как у нас необходимость в проведении этого сигнала отпадает, в дело вступает так называемая ацетилхолин и эстераза. Это вещество, которое расщепляет ацетилхолин. То есть, вот мы замкнули контакт, да? А эстераза, она этот контакт размыкает химическим путем. Расщепляет ацетилхолин и сигнал прерывается. Так вот, что такое ингибитор ацетилхолин и эстераза? Ингибитор, он захватывает ацетилхолин и эстеразу и не дает ей продуцироваться, высвобождаться. И, соответственно, нервные клетки переходят в состояние вкл перманентно. То есть, сигнал не прекращает идти, он не размыкается, потому что нет вещества, которое бы могло разомкнуть это нервное окончание, да? Расщепить ацетилхолин и, соответственно, сигнал начинает идти постоянно. И у человека в таком состоянии очень характерные симптомы, которые практически невозможно спутать. У него начинается брадикардия, то есть падает пульс, у него начинается слюнотечение, у него самым характерным симптомом является сужение зрачка до состояния булавочной головки, то есть такая прям очень маленькая точка. У человека начинаются какие-то адские боли в животе, спазмы гладкой мускулатуры мышц, понимаете? Потому что сигнал постоянно начинает проходить, мышцы сокращаются, весь организм приходит в тонус. И на самом деле такие симптомы спутать с какими-то другими практически невозможно. Тем более уж невозможно спутать с гликемической комой. Уж так как у меня матушка диабетик, к сожалению, я видел, как происходит... Не, но про гликемическую кому это просто версия, которую главред Russia Today высказала походя. То есть это не то, что там это какой-то она глубокий анализ проводила. Нет, ну они, они про гликемическую кому, конечно, предположение было у журналистов, но нарушение обмена веществ им поставили омские врачи. Вот. И что касается вообще методики реанимации. То есть вот приезжает скорая, да, у человека, молодого, взрослого, здорового человека, без хронических заболеваний. Его же окружали родственники, его не просто так на улице нашли, да, как какого-то бомжа там. У него были какие-то друзья, там, близкие люди. Я не знаю, может быть, какие-то родственники были рядом с ним. Я не знаю, кто Навального сопрождает. Вот молодой мужчина, 40 лет, неожиданно падает в кому. Неизвестные теологии. То есть, во-первых, скорее всего, ему вкалывается так называемый коматозный коктейль. Там, глюкоза с наличием кое-каких других препаратов, да, чтобы избежать, в том числе, и гликемической комы. Во-вторых, проходит первичный осмотр. Естественно, осматриваются зрачки и глаза. Потому что, ну, в общем-то, это стандартная процедура. И не заметить сужение зрачка в такой ситуации практически невозможно. Соответственно, учитывая то, что еще на скорой, по-моему, мы начали вводить атропин, были все основания предполагать, что это отравление, не зря же его поместили в токсикологию. То есть, врачи на скорой сработали совершенно правильно. И они повезли его в токсикологию не просто так. У него был ряд симптомов, которые указывал на токсиологическое отравление. Вот он попадает в реанимацию, и мы толком не знаем дальше, что с ним там происходит. Кровь его берется на анализ. Врачи начинают делать совершенно разные заявления. Вот сначала вроде бы проходит слух, что у него обнаружен какой-то яд в крови. Потом этот слух опровергается. И в итоге конечной версией является нарушение обмена веществ. И через двое суток их Навального выдают немецким докторам. Может, они ждали, пока этот яд рассосется там в крови? Может быть. А теперь, что касается вот этого ингибитора ацетилхолинэстераза. Я объяснил, что ингибитор не дает холинэстеразе высвобождаться. Не дает расщеплять ацетилхолин. И нервные клетки начинают постоянно передавать электрический импульс. То есть, в состояние вкыл переходит. Значит, много сейчас говорят о том, что это вещество может присутствовать в препаратах. Действительно, препараты, которые используют ингибиторы ацетилхолинэстеразы, это препараты, в том числе, работающие с мозговой деятельностью. Кстати, опять же, дисклеймер, я не врач. То есть, это все моя дилетантская теория. Не стоит это принимать за инстанции. Не нужно врать, что вы не врач. С нами на связи по скайпу главный врач берлинской клиники. Да, как от жидской клиники. В общем, смотрите, я просто опять же говорю, что я не хочу вводить людей в заблуждение. Я сейчас объясняю, для чего я это делаю. Это не делаю ни для отвечания, ни для зрителей. Это я делаю для господина полковника. Это просто моя точка зрения, и не более того. Значит, так вот. Вот у нас нервная система перешла в состояние вкыл. Ацетилхолинэстераз у нас не вырабатывается. Это происходит из-за того, что в организм попало некое вещество. Это некое вещество может попасть в организм разными путями. Ну, во-первых, когда речь идет о препаратах, которые использует ингибитор ацетилхолинэстеразы, это препараты, которые работают в том числе и с синапсами головного мозга, с передачей информации в головном мозге. Например, болезнь Альцгеймера. То есть это довольно тяжелое, практически необратимое заболевание, которое приводит к недееспособности на протяжении 6-7 лет. Таким образом, они блокируют передачу сигнала, но дозы этого препарата, они совершенно незначительные и не могут привести к таким серьезным глубоким последствиям. То есть, если уж такие последствия происходят, то скорее в силу того, что человек превысил дозу. Ну, самая частая причина попадания в токсикологическое отделение – это, к сожалению, попытка суицида. Соответственно, есть препараты, которые даже направлены… Вот сейчас вот тем, кто не любит Навального, дам пищу для размышлений, для базу для строчения новых комментов. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы иногда используются для лечения шизофрении. То есть, во всяком случае, экспериментально. Для лечения психозов, шизофрении и вообще когнитивных нарушений. А также для лечения аутизма и восстановления фазы быстрого сна. Так вот, зачем он выпил эту гадость? Да, то есть можно. Если бы я сейчас был жуткий противник Навального, я бы сказал, что Навальный обожрался таблетой для того, чтобы вылечить собственную шизофрению и аутизм. Соответственно, но помимо этого, препарат используется для лечения глаукомы, для снятия нервно-мышечных спазмов, различных миостений. И, соответственно, к сожалению, он используется в нервно-паралитических отравляющих боевых ядах. Потому что эти препараты, нервно-паралитические вещества, они действительно приводят к гибели человека. Вопрос в том, что дозировка этого препарата должна в разы, даже в десятки раз, превышать медицинское количество, которое есть в медицинских препаратах. Невозможно выпить одну-две таблетки и получить передозировку, которая приведет к глубокой коме. Либо у человека должна быть индивидуальная непереносимость этого препарата, то есть какая-то аллергическая реакция вплоть до анафилактического шока. Анафилактический шок может произойти на любую. То есть невозможно предсказать, на что у человека может быть анафилактический шок. Он может быть на морепродукты, на любую таблетку, даже на таблетку аспирина. Либо доза, естественно, должна быть достаточно большой, чтобы привести к таким последствиям. То есть как попало это вещество в организм Навального, я предполагать не могу. Теперь это более-менее объективная часть. Теперь субъективная часть. Совсем субъективная. Значит, субъективная часть заключается в том, что Навальный достаточно популярный политик. Многие так, конечно, я понимаю, что не считают. Я считаю, что для оппозиционного политика он имеет достаточно большую популярность. Все знают, что он занимается различными коррупционными расследованиями. Буквально вот несколько часов назад вышло очередное его расследование, после которого, собственно, он впал в кому. Но, обращаю внимание, после не значит вследствие. Это расследование как раз про мой любимый город Новосибирск и про застройку какими-то типовыми жилмассивами с минимальным количеством удобств для местных жителей. Можете посмотреть, там такие гетто построены из камня и бетона. Когда построен дом, там нет лифтов, он не достроен. В некоторых домах нет перил, но квартиры проданы, люди там живут, а там даже нет дорожек. Не то, что дорог, а обыкновенных дорожек нет. Чтобы люди могли выходить из подъезда и ходить там до ближайшего магазина. То есть просто вот земля, значит, стоит дом, квартиры, швы толком не заделаны. Ужасная совершенно вещь. Страшные такие жилмассивы с дешевым жильем. Ну, натуральное гетто. Почему он именно вопрос Новосиба поднял? По-моему, такое по всей России происходит в последнее время. Потому что Новосибирск, ну, во-первых, там значит, у нас в городе очень сильно колеблется голосование. У нас не такая явная поддержка Единой России, да, как в других городах. То есть Навальный говорит о том, что у нас меньше выбрасывают. Ну, я не могу на самом деле подтвердить или опровергнуть эту информацию, потому что я ей не владею. Но действительно у нас такой яркой поддержки Единой России нет. Во-вторых, это столица Сибири. Это крупный город, третий по численности город. Значит, город-миллионник после Москвы и Санкт-Петербурга. Ну и, в общем, там действительно, чтобы вы поняли, что там происходит, там надо посмотреть. Эти дома, там очень все плохо. Там и Варламов снимал, значит, приезжал про этот жилмассив свою передачу полгода назад. Учис Навальный снял. То есть там очень живописные кадры просто. Там просто эти дома живут люди и вокруг стройка, какие-то ямы там, все прошло бурьяном, травой. То есть такие, знаете, такая, ну вот я, конечно, наверное, не очень корректен буду, но если сравнить, представьте себе, если завтра заселить Припять, да, заброшенную. Ну, например, он как-то так выглядит, только что деревьев там огромных нету, пробивающих бетон, их выкорчевали. Поэтому, ну, на самом деле, я предполагаю, что именно по этой причине очень яркие живописные кадры. Он хочет, видимо, в Новосибирске протолкнуть своих кандидатов и подвинуть Единую Россию немножечко. Хотел. Вот в итоге кто-то подвинул его. Да, я к чему это говорю? Врагов у Навального, помимо, там, Кремля, было очень большое количество, даже на местах. Возможно, кто-то переусердствовал, да, я сейчас не говорю. Все постоянно говорят, что такие решения принимаются исключительно с директивы, там, самых высоких должностных лиц. Но мы, в общем-то, забываем о том, что огромное количество людей, которые занимаются сейчас бизнесом, которые, к сожалению, иногда находятся во власти, это люди, которые вышли из 90-х. Методы у этих людей, сами понимаете, да, какие? Вот. Ну, говорят, что такого, если его отравили, то доступ к этому яду мог отсутствовать у простых бандитов, да, и мог присутствовать только у спецслужб. Но мы понимаем, что в каждом городе, даже в советское время, тоже были свои спецслужбы. У них, наверное, был доступ к определенному археналу. И эти люди, многие остались жить в своих городах, и они где-то работают, поэтому нельзя говорить, что там какая-то башня Кремля, да, решила устранить Навального. Наверняка у него было много врагов, но на самом деле мы, скорее всего, даже не узнаем, кто это сделал. Если это было отравление. Если Навальный не лечился от аутизма и шизофрении, вот, если это было отравление, то мы... Не, на самом деле, вот этот препарат, да, который вызвал эту реакцию, его, видимо, вкололи сами медики, когда снимали Навального с самолета. То есть ему стало плохо на борту, потому что он накануне пил самогон где-то, да, всю ночь. Ему стало плохо. Но когда ему стало плохо, и самолет, значит, экстренно посадили, медики, они увидели, что типа, ой, Навальный, нужно его как-то лечить. И они ему вкололи лекарства. А давайте мы ему просто вколем ингибиторы. Да, от шизофрении, потому что это же Навальный. А просто так. Ну, во-первых, такую версию можно сразу отбросить, потому что у медиков и у врачей скорой помощи есть конкретные протоколы действия в определенных ситуациях, да. То есть токсическое отравление алкоголем. Если они приезжают, и видно, что человек бухал, да, там, ну вот в какую-то там шарашку приезжают, шалман какой-то человек с алкогольным токсическим отравлением, там, перебухал. У них есть четкий протокол действий. Медики никогда не будут просто так колоть какое-то вещество наобум, да. Они четко в соответствии с протоколами действуют. То есть когда мать лечили от ковида, они пользовались шестым протоколом по лечению заболевания SARS-CoV-2. То есть ее вел инфекционист. Эти рекомендации приходят с Москвы. То есть скорая не приезжает и не начинает на вас что-то делать. Она действует в соответствии с конкретной инструкцией. Соответственно, вколоть ему ингибитор холинаэстераза просто так вот точно не могли. Не, они не просто так, они увидели, это Навальный все, надо его от шизофрении лечить. Хоп. Понятно. То есть главный психиатр. Так это же Навальный, он сумасшедший, у него приступ. Смотрите, он нарвет, Путин уходи, да, давайте ему вколим препарат от шизофрении. Ну и вкололи, да. Не, у нас просто на стриме был Ольгерт, а Ольгерт вообще высказывал на стриме версию, что Навального отравили его же, значит, сподручные, потому что для них Навальный мертвый выгоднее, чем Навальный живой. Ну то есть вообще Ольгерт в последнее время озвучивает такие вот кремлевскую повестку исключительно. Мне это напоминает это видео. Кто буйный? Я буйный, это ты буйный. Где меня запили, да? Вот, может быть, Навальный стал бушевать, и его решили полечить от шизофрении. Но теорий очень много, да. Сейчас пытается... Смотрите, опять же, вот касательно теорий, есть сторонники Навального, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не примут точку зрения, что это было бытовое отравление, да? Там какими-то фосфатами, либо еще чем-то, либо передозировкой февратов. Даже если это будет, ну, предположим, что вот произошла там какая-то расследование, которое со 100% достоверностью доказало, что Навальный там, к сожалению, там полечил шизофрению, да, и сделал себе передозировку. Нечаянно совершенно. Никогда они не примут точку зрения, что он не отравлен. Есть сторонники, скажем так, стабильности, которые ни при каких обстоятельствах не признают, что Навальный был отравлен именно гимнобашнями Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok